Сейчас уровень растет и хорошо, что спортсмены участвуют в таких крупных соревнованиях. Это всегда помогает для обучения, для роста. Сейчас у нас на старте следующая спортсменка, представляющая Вологодскую область на лошади российского происхождения. Он русский верховой, Сторожиловского конного завода. Очень интересный конь. Вчера мы обратили на него внимание. В малом призе. Посмотрим, как сегодня. Спортсменка отметила, что куплен он был достаточно в раннем возрасте. Здесь будет очень много лошадей представлено, которые именно эти спортсмены вырастили сами. Многих даже заездили, воспитали. Это очень приятно, когда спортивная пара вместе шла к результату, вместе шла к... Так скажем, росла вместе. Часто это не совпадает. Покупают иногда готовую лошадь. Ну, здесь вот как раз этот тот пример. В три года был приобретен этот конь. Привез всадницы кандидата мастера спорта. Очень хвалит его, говорит, что он очень добрый, очень терпимый, очень умненький. И тренер Волков Валерий Яковлевич очень верит в этого коня. И мне лично вообще очень приятно наблюдать русскую верховую породу. Пусть пишут в стартовых, что это полукровный, но этот конь от Вабанка – это такой классический пример современного типа русской верховой лошади. Я вообще болею за эту породу, и поэтому слегка болею за этого всадника. Очень приятно. И хотелось бы отметить, что эти лошади достаточно приятные все-таки в выездке. И вот посмотрите, сейчас началась русевая часть, первая прибавленная рысь. То, что мы хотим видеть от современной выездковой лошади. Активные задние ноги. Конечно, тут можно было бы чуть больше показать захвата и раскрепощения. Возможно, всадница знает, что лошадь может потерять равновесие, либо еще не слишком уверена. Но мы видим очень хорошую тенденцию. Очень активный зад. Хорошо сгибаются все суставы. И думаем, что у пары большое будущее. Ну, все-таки ему 9 лет, да, Анна? Как вы считаете, это все-таки только начало карьеры в этом возрасте? Да, это совсем такой... Нельзя сказать, что совсем-совсем молодой возраст, но... Достаточно молодой. Нефорсированный возраст. И это хорошо. Лошадь действительно интересная. Я вчера была очень приятно обрадована, что лошадь российского происхождения. Вообще, на этом турнире мы увидим несколько лошадей, которые пусть импортного происхождения, но рождены в России. И это тоже очень приятно, что наше конозаводство стало обращать внимание именно на качество выездковых лошадей. Вот последняя идет прибавка. Видно, какая классная тенденция лошади. Эффектная рысь, активный зад. И совершенно зад, активность зада не уступает активности переда, что мы иногда, бывает, видим, что передние ноги очень эффектные, хорошая работа плеча, высокий перед. А зад такой немножечко виловатый. Вот у этого коня все хорошо. Еще часто про русских верховых говорят, что все-таки их шаг страдает от природы, так скажем, выведения. Но здесь я не вижу. Здесь очень чистый, очень хороший шаг у этой лошади. Я вчера для себя отметила, что лошадь обладает тремя правильными, достаточно эффектными и хорошими тремя люрами. Что очень важно для того, чтобы получать высокие баллы у судей. Да, вот это самое такое коварное начало и коварная вот эта связка, контрперемены. Как раз голуб здесь начинается с этих связок. С этой связки ее далеко не всегда показывают. Хорошее начало. Ну. Видим, что лошадь обладает также качественным голубом, как мы до этого заметили. Что лошадь двигается через спину. Лошадь двигается в горку. Что лошадь может показывать сокращение рамки, расширение рамки. Немножечко не подготовила вход в пируэт. Но в целом лошадь доделала до конца. Ну, я просто хочу отметить, да, просто даже сужу, что по себе это очень сложно. Когда ты выходишь из контрперемены, потом ты прибавленный голубь, здесь надо сократить, потом сразу идет менка, и ты входишь в полный пируэт. Достаточно, если лошадь еще не достаточно выезженная, это сложные комбинации. И здесь как раз вот и индикатором является то, как лошадь ведет себя в связках. Она может по отдельности выполнять эти элементы, но на то он и повышающий уровень юниорских ест, средний приз, что здесь уже именно работа лошади, сотрудничающей с всадником в связках. И вот как мы видим, видимо, вот сыроватый немножечко средний приз у этой лошади, потому что вчера проще давался ей малый, как раз она немножечко напряглась лошадь, и тут уже появились шероховатости. Да, и даже сам вот предпоследний переход с галопа в рысь очень сложный. И часто у всадников возникает на нем проблема, а там всего одна буква, надо очень быстро перейти. И бывает такое, что всаднику не удается, и он вообще получает двойку или единицу за этот переход, потому что... Прослушайте результаты Оксаны Новиковой. Сутья у буквы Е 61,29%. Сутья у буквы А...